Это восьмая выставка за полгода. То есть сколько у нас еще художников, которые еще не выставились. Это очень активная деятельность людей, которые пишут. Вот сейчас этот зал открылся. Я вам скажу, что в нашей среде у кого даже крылья повырастали, то есть оказывается можно писать, чтобы выставиться. По-своему мне эта выставка, которую мы сейчас снимаем здесь в галерее, она очень важна, потому что она именно личная, интимная. Я с отцом работал много лет. Вот я знаю отношение к его, какое было отношение у него самого к каким-то разным картинам. Но мне очень интересно, когда прошло время, его уже нет, с нами 80 лет и исполняется. В связи с этим вот я вспомнил кое-какие вещи, которые, может быть, он сам не очень ценил, но я их достал. Такое явление, как галерея в нашем городе. Явление однозначно с положительной тенденцией в сторону развития какого-то культурного насыщения нашего города, потому что хотелось бы, чтобы, конечно, как можно больше людей, и не только моего возраста, теперь уже среднего, да, но и вполне себе молодых людей приходили, посещали. И, несомненно, каждая картина является отражением творческого пути и, в принципе, жизни быта художника-творца. И если мы смотрим на картину и, ко всему прочему, синтезируем в своей голове еще и получается такой симбиоз знаний о картине, эмоций, которые мы получаем, смотря на нее, и место, где мы на нее смотрим, а смотрим мы на нее никак не в интернете, не в буклете, а непосредственно на подлинник, то, мне кажется, вот эта вот эмоция на выходе должна быть какой-то особенной. Хочется, чтобы эту эмоцию действительно прочувствовали и поняли. И говорить о том, что вот у нас где-то здесь, в глубинке, нет хороших художников, но это очень глупо, потому что это не так. Если мы точно знаем, что уже картины тех или иных наших авторов располагаются в ведущих галерее их страны, о них знают ведущие специалисты мира, искусствоведы, то будьте добры, в общем-то, посещать подобные события. Важно, пусть это не коммерческий проект, и именно потому, что это не коммерческий проект, его нужно поддержать здесь и сейчас. Великолепно находиться здесь, находился в новой галерее города Оренбурга, которая находится в самом центре, никуда ехать не нужно. В современном мире я считаю, что искусство и взаимодействие человека с искусством, когда у нас век очень стремительно развивается, то есть информационные технологии становятся все быстрее и быстрее, человек все больше и больше информации каждый день получает. Искусство позволяет именно в какой-то момент остановиться, побыть наедине с собой, понять творчество другого человека через его работу, наверное, и прочувствовать все то, что он хотел передать не словами, а именно какими-то зрительными образами. С точки зрения моей профессии, именно как банкира, можно сказать о том, что на данный момент рынок искусства в России, он крайне недооценен. Именно сейчас, наверное, та точка входа, когда практически любой человек может воспользоваться инвестированием в искусство. То есть это настолько доступные инвестиции, точно так же, как инвестиции, допустим, на фондовом рынке. То есть вы можете при этом купить что-то осязаемое, что будет вас радовать, вдохновлять, находиться у вас перед глазами, что, может быть, вы захотите передать своим детям, в отличие от каких-то фондовых инструментов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова